В Башкирии, как и по всей стране, началась неделя информированности о важности диспансеризации и профосмотров. Врачи напоминают про ответственное отношение к своему здоровью и про необходимость регулярного посещения медиков. Подробнее об этом поговорим с Сарой Ахтямовой, главным внештатным специалистом по медицинской профилактике Минздрава Республики, и Альбиной Нурлагаяновой, заведующей терапевтическим отделением номер один поликлиники 46 города Уфа. Сара Хайдаровна, Альбина Мансафовна, здравствуйте. Прежде всего, почему так важно проходить диспансеризацию? Да, диспансеризация у нас уже проводится, начиная с 2013 года, вот уже 10 лет. Вообще цель диспансеризации – выявление ранних признаков, ранних факторов риска развития хронических инфекционных заболеваний, которые являются основной причиной смертности населения. Не только в нашей стране, в большинстве стран мира, но и в нашей стране. Этими причинами обусловлено 76% смертности. Я хочу назвать эти группы заболеваний – это болезнь системы кровообращения, это заболевания органов дыхания, сахарный диабет и онкологические заболевания. Вот как раз эта четверка, скажем так, ведет к смертности. И очень важно на ранних стадиях выявить эти заболевания, потому что возьмем онкологическое заболевание, тот же сахарный диабет или гипертоническую болезнь, на начальных стадиях признаков нету, ничего не болит. Та же самая гипертония, почему называемые молчаливые убийцы, человек ничего не чувствует. Также сахарный диабет, возможно, жажда может быть, но так больше ничего не беспокоит. А когда появляется боль, уже когда человек приходит, иногда, порой бывает, к сожалению, поздно. Поэтому важно выявить эти факторы резко на ранних стадиях. Поэтому во время спонсоризации мы можем выявить повышенный уровень артериального давления, повышенный уровень глюкозы в крови, холестерина, низкую физическую активность, избыточную массу тела и так далее. Ну, ряд факторов, некоторые, которые я назвала. Вот такова цель спонсоризации, поэтому мы это проводим. То есть, вывод такой, что заранее предупредить возникновение заболеваний. Чем раньше мы выявим, тем легче, успешнее будет пройдет лечение и выявление диагноза заболевания. По поводу спонсоризации. Как часто необходимо проводить спонсоризацию мужчинам и женщинам? И, другими словами, кто подлежит этой самой спонсоризации? Диспонсоризации подлежит у нас население, скажем так, граждане, которым исполнится 18 лет. Кратность спонсоризации с 18 до 39 лет один раз в три года. То есть, если, просто мы так учим, если наш возраст делится на три, мы смело идем на спонсоризацию. То есть, 18, 21, 24, 27 и так далее. Для граждан, которым уже достигли 40 лет, она стала ежегодной, согласно последнему приказу, последнему порядку. И, вот таким образом, мы ежегодно можем пройти спонсоризацию и один раз в три года. Еще задает вопрос, а те два года, к которым мы не подлежим до 39 лет, что им делать? Для этого есть профосмотры. То есть, там перечень исследований может быть меньше, но все-таки можно пройти диагностику своего здоровья. То есть, от 40 лет уже ежегодно можно проходить? Сионеры, то же самое. Да, конечно. А куда обращаться, чтобы пройти спонсоризацию и как записаться? Госуслуги те же или... Да, мы проходим спонсоризацию в поликлинике по месту прикрепения или по месту жительства, как мы говорим. Для этого обращаемся в регистратуру или есть у нас отделение или кабинет медицинской профилактики, которые как раз призваны для проведения спонсоризации. Последние годы из-за заболеваемости коронавирусной инфекцией мы проводим по записи. Об этом еще, наверное, Альбина Масафна скажет как практик. По записи, конечно, более удобно, потому что и нам удобно, гражданам, которые приходим в тот день и время, когда нам удобно. И поликлиника нас уже ждет. Вот таким образом. То есть, порядки живой очереди было и до этого. Ну, пандемия внесла коррективы. Да. А что включает в себя диспонсоризация? Диспонсоризация проводится в два этапа. Первый этап диспонсоризации, он направлен как раз на выявление тех заболеваний, которые возможны. Также на выявление факторов риска, которые способствуют развитию заболеваний, а также для установления группы здоровья, а также в случае необходимости, когда устанавливается хроническое заболевание, взятие на диспонсорное наблюдение. На, так скажем, тот учет, который наблюдается у специалистов в зависимости от нозологии, с каким диагнозом будет взят пациент. Подробно, значит, на первом этапе у нас проводится определенная маршрутизация пациентов в зависимости от возрастной группы, а также в Казани. Первый этап включает в себя это анкетирование. То есть, анкетирование проводится с целью выявления отягощенной наследственности. Ряда, так скажем, тех заболеваний, которые имелись у пациента ранее. То есть, какой-то опросник делает вопросы? Да, да. То есть, анкетирование проводится с целью того, чтобы мы смогли оценить то состояние здоровья, которое сейчас имеется у гражданина. И далее в этом же опроснике есть ряд вопросов, которые можно оценить его как раз фактор риска. Такие как курение, употребление алкоголя, низкая физическая активность, характер питания. То есть, это та информация, которая в дальнейшем поможет при назначении определенных исследований и показаний для консультации. Следующее это, так скажем, определение в крови холестерин и глюкозы. Это те базовые показатели, на которые мы ориентируемся и которые отслеживаются в течение, так скажем, постоянного профилактического осмотра. Также включается определение внутриглазного давления, определение проведения ЭКГ-обследования, осмотр акушер-гинеколога с взятием цитологического мазочка. Далее это осмотр врача-терапевта с определением той группы здоровья, которая устанавливается. На основании осмотра обязательно это онкоскрининг, такие обследования, как маммография, это ПСА-исследование у мужчин, простатоспецифический антиген. Далее это и флюорография органов грудной клетки и также определение цитологического мазка у женщин. С целью онкоскрининга также проводится и визуальный осмотр кожных покровов, пальпации щитовидной железы, лимфатических узлов. И как раз вот этот весь комплекс мероприятий дает определенные показания для направления на индивидуальное профилактическое консультирование, либо же углубленное в зависимости от того, какие диагнозы были выставлены, какие факторы выявлены. И далее уже определяется, есть ли необходимость проведения второго этапа диспансеризации. Второй этап диспансеризации уже проводится конкретно на основании первого. И есть тоже ряд определенных обследований и консультации специалистов, которые проводят углубленное консультирование в рамках Центра здоровья или отделения профилактики уже по тому материалу, который имеется. Еще не упомянула в первом этапе, это колоректальный скрининг, который тоже очень важен. Это исследование КАЛа на скрытую кровь, который тоже является онкомаркером. И вот из этих исследований как раз складывается диспансеризация в зависимости, еще расскажу, от возрастных групп. Альбина Мансафа, но там ранее было сказано про группу здоровья. Это что подразумевает поцелуй? Ну, у нас есть три группы здоровья. Это первая, вторая и третья. Первая группа здоровья – это пациенты, которые не имеют факторов риска, которые не имеют заболеваний. Им устанавливается первая группа здоровья. Вторая группа здоровья – это те пациенты, которые имеют факторы риска, такие как повышенная масса тела, низкую физическую активность, повышение холестерина, либо глюкозы, курение. Вот эти факторы риска, они имеются, но нет еще заболеваний. То есть с этими факторами риска можно работать, и пациент подлежит второй группе здоровья. И третья группа здоровья – это те пациенты, которые имеют хронические заболевания, либо же эти хронические заболевания устанавливаются впервые. И, соответственно, третья группа здоровья подлежит диспансерному наблюдению в дальнейшем по 168 приказу. Однако случилось же так, что к диспансеризации часто относятся несерьезно сами жители. То есть, сужу по себе, приходит СМС, Солон Димур Рустанович, пройдите плановую диспансеризацию. Если это касается меня, я, бывает, опираясь на время, говорю, что так отложу, пройду позже. А если моих, так скажем, дедушек, бабушек, они проходят, они серьезно, более ответственное поколение. Почему так случается? Есть ли какие-то предпосылки? Может быть, вы исследовали этот вопрос? Такой вопрос действительно нас тоже волнует, медицинских работников. Почему наше население игнорирует, почему без особого желания, не все, скажем так, нельзя всех одинаково. Есть люди, которые заботятся о своем здоровье, приходят регулярно на диспансеризацию, посещают центры здоровья, таким образом приходят с семьями, работают над факторами риска, у них есть положительный результат, и они заботятся о себе. Но есть другая категория, да, действительно. Мы привыкли вообще приходить поликлинику, когда уже гром горянул, я бы сказала. То есть уже заболели, уже появилась боль, уже и так далее. Но вообще вот мы должны свое воспитывать население, со школьной скамьи еще, для того, чтобы дать понять, что здоровье – это ценность, которая дана нам с рождения. И мы должны эту ценность беречь, укреплять, восстанавливать, заботиться о нем совместно с докторами и так далее. Для того, чтобы быть здоровым, это огромный труд для того, чтобы сохранить свое здоровье. Это и правильное питание, это и какая-то физическая нагрузка должна быть. Вот здесь тысяч шагов, говорим, день мы должны проходить. То есть надо трудиться над своим здоровьем, и нужно относиться к своему здоровью. Прежде всего мы должны понять, мы сами ответственны на свое здоровье. Вот я могу привести такое, есть распределение, значит, за здоровье 17-20% за здоровье отвечает, ну, экологически влияет на формирование здоровья, экология, то есть это тоже имеет значение, какую воду мы пьем, каким воздухом мы дышим, какие продукты питания мы едим. Также наследственность никуда не денемся, есть заболевания, которые передаются по наследству. Это тоже 18-20%. От 8 до 10% наша здоровье зависит от докторов, от здравоохранения. 49-53% от образа жизни, который мы ведем. То есть лежим на диване, на боку, смотрим телевизор, или что-то делаем для того, чтобы быть здоровыми и сберечь свое здоровье. Поэтому если нам дает государство такую возможность, потому что спонсоризация проводится совершенно бесплатно для населения, она оплачивается за счет фонда обязательного медицинского страхования, почему бы не воспользоваться этой возможностью? К слову о том, что такие льготы предоставляются, возможно же даже получить выходные на прохождение спонсоризации. Да, действительно, этот вопрос тоже у нас есть. С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон, согласно которому гражданину предоставляется один день для проходения спонсоризации, сохранения средней заработной платы и места работы. То есть пишется заявление в произвольной форме работодателю, и он обязан вам предоставить день. Ну, до 40 лет это будет один раз в три года, а людям пенсионного и предпенсионного возраста два дня ежегодно. То есть, пожалуйста. Но наше работотеочное целение мало задумывается, даже вот этими днями не пользуется. Для них даже организована у нас спонсоризация выходного дня. То есть в субботу, когда поликлиника менее загружена, эту же спонсоризацию можно пройти более короткий срок, можно прийти и пройти спонсоризацию. У нас во всех 75 медицинских организаций, которые оказывают первичную медицинскую помощь в республике, организована такая вот спонсоризация выходного дня. Вот вы сейчас сказали, что в субботу загружность меньше, и все придут туда в субботу. Пусть приходят. Нет, конечно, приходить в субботу в поликлинику или нет, решает сам. Но те люди, которые заботятся о своем здоровье, они активно пользуются тем днем. Я вот знаю по своим сверстникам, потому что сейчас к спонсоризации подход, так скажем, моего поколения изменился. Многие друзья, когда им приходят смс, условно, пройдите спонсоризацию, берут даже в университете, отгул, отпар, идут, проходят спонсоризацию. И вопрос, связанный с этим. Если ты начал проходить самую, так скажем, со 17 лет спонсоризацию, и вот каждые три года проходишь ее снова, отслеживается ли динамика твоего здоровья, так скажем, здесь он был здоровее, здесь он заболел чем-то, группы риска меняются? Ну, конечно, это все отслеживается. У нас сейчас есть электронная карта пациента, в которой есть исследования, ранее пройденные, нынешние исследования, по которым доктор оценивает динамику тех же факторов риска, тех же целевых показателей артериального давления, уровня холестерина, глюкозы, индекса массы тела. И пациент об этом уже понимает, что у него, да, есть положительная динамика, он знает о том, что у него снизился вес, на этом фоне у него снизилось артериальное давление, уровень холестерина. То есть есть такая корреляция, поэтому, конечно же, о том, что он имеет, так скажем, определенные факты риска, по итогу проведения диспансеризации ему выдается паспорт здоровья, в котором как раз эти показатели отображаются. Паспорт здоровья, что-то новое, можно ли рассказать о нем? Ну, паспорт здоровья – это итог, так скажем, для пациента, той диспансеризации, которую он прошел, с отображением факторов риска, с указанием группы здоровья и тех рекомендаций, которые ему, так скажем, выдает специалист по итогу. Это каждый раз после диспансеризации выдается? Да, да. Как по заключению. Это то заключение, которое будет, так скажем, определенным документом у пациента, о котором он будет уже, так скажем, относиться более серьезно. Я это воспринял как, получается, условная амбулаторная карта, в которой записываются результаты каждого этого посещения. Все верно? Ну, и в амбулаторной карте в том числе, а также это то исследование, которое, ой, тот паспорт здоровья, который, так скажем, автоматически при нажатии кнопки печати оно выдает и с электронной медицинской карты тот перечень, который он прошел. По поводу прошлого года и диспансеризации ее итогов, сколько человек подлежало диспансеризации? У нас вообще проведение диспансеризации принимает участие в 75 медицинских организациях. План на 2002 год был 1 миллион 262 тысячи 4 человека. План выполнен почти на 102%. То есть мы всех посмотрели. И впервые выявлено при результате спонсеризации более 176 тысяч случаев впервые выявленных заболеваний. Из них на первом месте это болезнь системы кровообращения. И всегда занимают первенство. На втором месте органы пищеварения, заболевания. На третьем месте болезни органов дыхания. 5,9 на тысячу осмотренных. Также среди социально значимых заболеваний выявлено 15 случаев туберкулеза, почти 2,5 тысячи случаев сахарного диабета, кстати, у нас растет. И онкологическое заболевание в 743 случаев. Как часто люди впервые узнают о заболеваниях в ходе спонсеризации? То есть это часто открытие, что человек не подозревал о том, что он болен какого-то рода, условно говоря, системы кровообращения с заболеваниями? Вот мы сказали, более 176 тысяч случаев заболеваниях впервые выявленных. Люди об этом еще не знали. Вообще показатель впервые выявленных, впервые выявляемых заболеваний в республике 12,5%. То есть из 100 людей, скажем так, 12, почти 12-13, узнали об этом впервые. Впервые у них выявлены заболевания. И после выявления заболевания, то есть дальше проводится углубленная диспансеризация, как я понимаю? После выявления заболевания при необходимости проходит диспансеризация второго этапа. Углубленная же диспансеризация это после перенесенной инфекции COVID. А основная цель, получается, после проведенной диспансеризации это выявление заболеваний хронических неинфекционных, и, так скажем, наблюдения за этими пациентами в дальнейшем. Поэтому пациенты подвергаются, так скажем, наблюдению, диспансерному наблюдению и в течение определенного времени в зависимости от диагноза длительность диспансерного наблюдения будет зависеть. И уже определенные целевые показатели здоровья, которые отслеживаются постоянно в течение года. Это то диспансерное наблюдение, которое как раз и проводится для того, чтобы в дальнейшем отстыдить те показатели здоровья, которые контролируются. Это тот же уровень артериального давления, индекса массы тела, скорости клубочковой фильтрации, уровни холестерина и глюкозы. По поводу ответственности людей, опять возвращаясь к этому вопросу, как вы сами думаете, что необходимо делать, чтобы у людей повышалось, так скажем, ответственное отношение к своему здоровью, чтобы они сами приходили на диспансеризацию? Возможно, вы знаете, что какая-то работа уже ведется с людьми. Ну, конечно же, это в первую очередь о том, что профилактика, она является базой. Так скажем, пропаганда здорового образа жизни, начиная со школьной скамьи. Также это личный пример родителей своим детям, для того, чтобы в дальнейшем не было тех факторов риска, которые являются основными причинами. И, конечно же, это вовлечение пациента в осмотр, профилактический осмотр, в дальнейшее диспансерное наблюдение, чтобы он не был только, так скажем, наблюдателем. А активным участником он должен понимать, какие показатели здоровья он должен контролировать, на что должен сделать упор, какие профилактические мероприятия. То есть у него должна быть индивидуальный план лечения. То есть он должен понимать, какую диету он должен соблюдать, какие факторы риска у него есть. И что, если он уберет эти факторы риска, к чему это приведет? К снижению заболеваемости, к снижению утраты трудоспособности, снижению смертности, снижению госпитализации. Все это основные те цели, которые мы и, так скажем, преследуем. Да, для того, чтобы основная цель, профилактика, она присутствовала. И, конечно же, это, так скажем, партнерские отношения, врач-пациент, чтобы пациент доверял своему доктору, чтобы у них было понимание, для того, чтобы это было, так скажем, диспансеризация не одного года, а в течение, так скажем, длительного периода. Да, ну вот хочу сказать, что действительно у нас в лечебных учреждениях есть школы здоровья, школы здоровья для пациентов, которые имеют хронические заболевания. То есть это школа больного с сахарным диабетом, гастрошкола, школа больного с заболеванием органов дыхания и так далее. То есть там собираются как раз люди, у которых одна тема, одна... И когда эти люди обучены в школах здоровья, они являются помощниками врача, то есть они не пассивно наблюдают, что будет делать доктор, они сами активно подключаются, это самое главное. И знают, что им нужно делать. Да, что им нужно. И когда он будет сам участвовать в процессе лечения, спонсерном наблюдении и так далее, он будет уже более ответственно относиться к своему здоровью. Это самое важное. Поэтому мы приглашаем и в школу здоровья, чтобы они посещали. А как вот, еще раз повторите, пожалуйста, записаться в школу здоровья? Да, это участковые терапевты знают. Они каждого запишут. То есть к врачу просто сказали. Да, 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 что он хочет заниматься в той или иной школе. И по поводу того, что... Вот вы назвали, что индивидуальный подход, но здесь Сара Хайдарова называла такую колоссальную цифру, сколько людей прошли диспансеризацию в 22-м году. И всего 75 пунктов, да, где можно пройти диспансеризацию, вы уточняли? 75 учреждений. 75 учреждений. В Башкерии. Не тяжело ли будет, так скажем, в этих 75 учреждениях проявлять индивидуальный подход к каждому участнику диспансеризации? Ну, как мы понимаем, у нас в поликлиниках участковый принцип. У каждого участка есть участковый врач-терапевт, который наблюдает за этими пациентами не один год. И поэтому, естественно... А то есть знаете друг друга? Да, они знают пациента, в основном своих врачей. Это основное. И второе, конечно же, в любом случае каждый осмотр, каждая рекомендация, она индивидуальна. То есть нет шаблонных таких, так скажем, схем лечения или планов наблюдения, которые... Нет протоптанной дороги у врача. Да, да. Поэтому, конечно, каждый пациент имеет свой определенный план исследования, план наблюдений и, конечно же, план рекомендаций, которые очень важны, чтобы выполнялись. Спасибо большое, что пришли к нам на эфир. А я напомню о важности прохождения диспансеризации. Мы говорили с Сарой Ахтямовой, главным внештатным специалистом по медицинской профилактике Минздрава Республики, и с Альбиной Нурлагаяновой, заведующей терапевтическим отделением номер один поликлиники 46 города Уфа.